РЕС СВИСЕЙР 1.11 следует из Нью-Йорка в Женеву. Вот это. Пассажиры откидываются в креслах, предвкушая приятный полет. В бизнес-эконом-классе никто не мог заподозрить ни летом. Когда в салоне гаснет свет, некоторых пассажиров охватывает легкое беспокойство. Волноваться не о чем, мы совсем скоро приземлимся. Но в кабине все иначе. Я слышал звуки аварийной сигнализации, но не понимал, что они означали. Попытки пилотов удержать самолет терпят крах. Мало кто из людей на борту понимает, что это последние мгновения их жизни. Катастрофы не случаются просто так. Каждый предшествует цепь решающих событий. Распутаем судьбоносные решения и отсчитаем последние секунды до катастрофы. Пожар в кабине. Голденс-бридж, Нью-Йорк. 16 часов 46 минут. Отец троих детей Рэй Романа собирается в командировку в Европу. Лин, дорогая, ты готова? Просто закончена. Почти, уже пора? Да, пора. Он только что получил статус партнера в аудиторской фирме, который работал с самого начала карьеры. Ему во всем сопутствовал успех. Встретимся на следующей неделе. Пожалуйста, позвони. Конечно. 19 часов 45 минут восточного летнего времени. Нью-Йорк. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. На борт рейса 1-11 с Висейр, летящего в Женеву, Швейцария, поднимаются 215 пассажиров. Пока. Место Рэй Романа в девятом ряду в носовой части самолета. У него есть билет? Нет. Он будет сидеть с тобой? Да. Ну, тогда все хорошо. Капитан Урс Циммерман и второй пилот Штефан Лёве будут вести самолет на протяжении восьмичасового ночного перелета. 52-я минута полета. Рейс 1-11 с Висейр находится на высоте 10 тысяч метров над побережьем канадской Новой Шотландии. Чувствуешь запах? Да, чем-то пахнет. Но я не знаю, откуда. Все в порядке? В салоне чем-нибудь пахнет. Здесь есть какой-то странный запах, но в салоне... Нет, совсем нет. Кондиционер, наверное? Да. Ну, а как мы раскрасим космический корабль? Я поищу розовый или ловый. Спасибо. Как раз то, что надо. Что собираетесь делать дома? Хотим походить под парусами на Цюрихском озере. Что-то мне это не нравится. Совсем не нравится. Взгляните. Плохо дело. Капитан Циммерман принимает решение сесть и проверить самолет. Суисер 1-11 большой. Пан, пан, пан. У нас задымление кабины. Запрашиваем немедленную посадку в любом удобном месте. Например, в Бостоне. Диспетчер информирует его, что Галифакс находится немного ближе Бостона. Всего в 120 километрах. Вы выбираете Галифакс? Суисер 1-11 большой. Подтверждаем и следуем в Галифакс. Аэропорт готовится к аварийной посадке. Дым исчез. Но пилоты намерены все равно проверить самолет. На всякий случай они надевают кислородные маски и начинают снижение. Капитан включил табло «Пристегните ремни». У нас неполадки в кондиционере, их надо устранить, прежде чем мы сможем лететь дальше. Мы совершим посадку в Галифаксе, Канада. Диспетчерский пункт Монктон, Нью-Брансуэйк. Я мельком взглянул на радар, чтобы понять, где самолет, и прикинул, что лететь до аэропорта ему минут 20. Биллу Пикреллу предстоит сопровождать самолет. Это представлялось несложной задачей. В этот момент они шли практически нужным курсом. Суисер 1-11, добрый вечер. Я могу начать векторине, чтобы вывести вас на полосу 0-6 Галифакса. Да, на шестую было бы замечательно. Суисер 1-11 большой. Хорошо. Заход на шестую обратным курсом до торца полосы 55 километров. Нам нужно больше, чем 55 километров. Суисер 1-11, вас понял. Отклоняйтесь влево, курс 0-1-3-0. Самолет летит слишком высоко, чтобы зайти на посадку в Галифаксе с первого круга. Согласно общему правилу, на таком расстоянии от аэропорта высота полета должна была быть около 3000 метров. Они находились примерно на 6000 метров выше этой отметки. Пилоты продолжают снижение, следуя по круговой траектории. Суисер 1-11. Пока есть время, сообщите, сколько у вас людей на борту и сколько топлива. Вас понял. Мы должны сбросить часть топлива. Можно ли сделать это здесь во время снижения? Моей первой реакцией было повернуться к коллеге и сказать, только не это. Им надо сейчас сбрасывать топливо. Сразу же после этого я посмотрел, где это было бы безопасно сделать недалеко от аэропорта. Пикрол предлагает либо сбросить топливо над аэропортом, либо отклониться еще и сделать это над океаном. Пилоты выбирают океан. До кромки берега около 18 километров. Вы будете по-прежнему держаться не дальше 45 километров от аэропорта на случай, если вам понадобится экстренно сесть. Нам это подходит. Сообщите, пожалуйста, когда можно будет начать сброс топлива? Капитан начинает отрабатывать аварийную процедуру Swiss Air для случая задымления по неустановленной причине. Шина салона выбрана, подтвердите. Он отключает не являющиеся жизненно важным электроснабжение салона. Простите. Нам есть о чем волноваться? Нет света и кондиционер не работает. Нет, нет, капитан заверил нас, что поводов для беспокойства нет. Это обычный порядок действий при аварийной посадке. При аварийной посадке? Не стоит волноваться, мы совсем скоро приземлимся. Пристегните ее, пожалуйста. У нас нет автопилота. Автопилот отключился. Боже, Штефан, пожар! Подавай сигнал бедствия. Swiss Air 11 большой, терплю бедствия. Вас понял? О, боже. Путь к аэропорту потребует не менее шести минут. На заднем плане я слышал звуки аварийной сигнализации, но не понимал, что они означали. «Одиннадцать большой». Мы начинаем сброс топлива, нам необходимо немедленное посадку. Swiss Air 11, вас понял. У нас отключился основной дисплей. «У вас отключился транспонтер». «Свисэйр-1-11». «Заходите на посадку». «Связь с самолетом прерывается». «Свисэйр-1-11, заходите на посадку». «Испетчеры могут лишь следить за его перемещением на экране радара». «Свисэйр-1-11, заходите на посадку». Мы увидели, что самолет повернул в сторону от аэропорта и продолжал лететь к западу вдоль берега. В этот момент мы поняли, что на борту произошло что-то ужасное. «Свисэйр-1-11, заходите на посадку». О, Господи! Косте, самолету есть места. Идите туда. Вам помогут. В первом классе дым. В течение шести минут Билл Пикрелл наблюдает странные перемещения самолета. Это вызывало чувство гнетущей беспомощности — сидеть, смотреть и не быть в состоянии что-либо исправить. «Свистэйр-1-11, заходите на посадку» Внезапно они повернули к югу в открытый океан. И метка самолета пропала. «Свистэйр-1-11, заходите на посадку». О, Боже, мы их потеряли. Похоже, мы потеряли их. «Свистэйр-1-11, заходите на посадку». «Свистэйр-1-11». О, Боже. Точка, в которой радар в последний раз зафиксировал координаты рейса «Свистэйр-1-11», находится в 9 километрах от канадского побережья. Узнав о случившемся, местные рыбаки выходят в море в надежде спасти выживших. Мы запрыгнули в катера, несмотря на ночь, даже не думая, чтобы спасти всех, кого только можно. Это было естественно. Уэйн Мэньюэлл достигает места крушения через час. Было видно другие суда, чувствовался запах авиационного топлива. Когда мы подошли еще ближе, то увидели обломки на поверхности воды. В 865 километрах оттуда, в Голден-Бридж, штат Нью-Йорк, Лин Романо узнает о случившемся из новостей. Пилот успел сообщить по радиосвязи о задымлении кабины, прежде чем самолет пропал с экрана радара на высоте 300 метров. Я узнала, что произошла авиакатастрофа, а таких новостей у меня всегда пробегали мурашки по коже. Я перекрестелась. Мне хотелось помолиться за этих людей, живых или мертвых. Никто тогда не знал этого. Он выполнял рейс из Нью-Йорка в Женеву. Том, и расскажите, что сейчас происходит вокруг вас? Чем дольше я смотрела новости, тем больше убеждалась в том, что это был тот самый рейс. В течение всего вечера машины экстренных служб дежурили на берегу, ожидая выживших. Я набирала номера горячих линий и говорила, «Послушайте, это рейс с Фисеяр-1-11. У него было место 9F. У меня есть о нем все данные. Кто-нибудь скажет мне, был ли он на борту этого самолета? Это был рейс с Фисеяр-1-11? Я знала, что это был тот самый самолет». Большинство из того, что мы видели на поверхности воды, это была одежда, обломки чемоданов, обувь. Один раз нам попался на глаза фрагмент самолета. Боковая секция с полудюжиной окон. Это был самый большой предмет, который мы видели. Уэйн надеялся найти выживших. Человеку свойственно надеяться, но оказавшись там и увидев своими глазами обломки, я понял, что шансов не было никаких. Выжить там не мог никто. Ужасная правда открывается на рассвете. Все 229 человек находившиеся на борту рейса Свисейра-1-11 погибли. Они сказали мне, что никто не выжил. Я мало что помню из того, что было после этого. Я почувствовала, будто неведомая сила вытягивает душу из моего тела. Канадское транспортное агентство начинает расследование. Заместителем руководителя является Ларри Вэнс, имеющий за плечами 31 год летного стажа и 14 лет опыта расследования авиакатастроф. Отправной точкой для него становится запись переговоров из диспетчерского пункта. С самого начала у нас было довольно много информации, так как мы знали, что на борту был пожар, с которым пилоты пытались справиться. Нам было важно знать, как он начался, как распространялся и каким образом в конечном счете погубил самолет. Ответить на эти три вопроса было нашей главной задачей. Углубившись в расследование, мы сможем узнать, что же заставило современный пассажирский лайнер рухнуть в океан, в результате чего погибли все находившиеся на борту. Прежде чем узнать причину пожара на борту рейса Swissair 1.11, следователи должны собрать обломки. Свыше 20 организаций Канады, США и Европы принимают участие в операции. Океан выбрасывает личные вещи и обломки на протяжении 200 километров береговой линии. Вы найдете человеческие останки. Не буду говорить вам, как с этим справиться. Просто работайте. Глаза боятся, руки делают. Лишь одно тело сохранилось целым. Водолазы и дистанционно управляемые машины собирают обломки на глубине 54 метров под водой. Для нас было очень важно найти черные ящики. Они могли дать нам основную информацию о том, что происходило в кабине. Мы хотели заполучить их как можно скорее. на 9-й день после катастрофы оба черных ящика обнаружены в полной сохранности. У нас есть аварийная процедура для случая дыма в системе кондиционирования? Следователи узнают, что пилоты вначале почуяли, а потом увидели дым. Штефан, дым исчез. Исчезнув, он вскоре вернулся уже вместе с огнем. С Висеера 1-11, разрешаю начать сброс топлива. Дым. Но это почти все, что пока удается узнать следователям. Данные о последних шести минутах отсутствовали на обоих самописцах. Для нас это было разочарование. Мы рассчитывали получить информацию о происходившем вплоть до момента удара, но ее не было. Черные ящики не дают моментальных ответов. Но Вэнс уверен, что обломки самолета несут в себе больше информации. Сбор обломков самолета и личных вещей растягивается на месяцы. Безудешных родственников приглашают разобрать вещи своих близких. Картина была жуткой. Некоторые чемоданы выглядели так, будто черти кромсали их когтями. В то же время попадались вещи в безупречном состоянии, которые будто просто достали из воды. Лин видит блокнот своего мужа со списком покупок, которые он набросал в то утро. Меня поразило то, что уцелел этот блокнот. Журналы. Но никто из пассажиров, за исключением одного тела. Я спросила их, почему так? Они мне стали говорить что-то про перегрузки. Вы же знаете, что бывает. Лучше бы я ничего не спрашивала. 98% самолета наконец извлечены. Однако число фрагментов превышает 2 миллиона. Задача следователей облегчает то, что самолет разбился о воду, а не о землю. Это дало нам уникальные возможности. Не часто случается так, что вовсю бушующий пожар гасится одномоментно, так что все остается ровно в том состоянии, в котором было в тот самый момент. Первоочередная задача следователей установить, где начался пожар и что его вызвало. Дон Энс, старший следователь-эксперт в технической области. Он возглавляет пожарную следственную группу. Первые фрагменты, которые несли на себе следы повреждения от огня, были либо из кабины, либо из кухни первого класса и салона первого класса. Так что мы рассматривали именно эту зону. Видя, что все обгоревшие обломки относятся к носовой части самолета, следователи склоняются к тому, что лучший способ понять, что произошло, реконструировать ее. Они собирают ее подобно пятитысячному пазлу, закрепляя обломки на полноразмерном проволочном каркасе. Чем больше обломков мы собирали вместе, тем яснее становилась картина. Я помню, как, глядя на потолок кухни первого класса, я видел, что все термические повреждения имели направление снаружи, внутрь. Это означало, что источник нагрева был выше кухни. Реконструкция показывает, что пламя бушевало не в кухне, а там, где его не было видно. В надпотолочном пространстве, проходящем по всей длине самолета. Там находятся электроника, проводка, агрегаты кондиционера и изоляция. В надпотолочном пространстве не было датчиков дыма. На этот счет, не существовало требований. Пассажиры не могли подозревать о происходившем до тех пор, пока огонь не прожег потолок. А это могло произойти только в кухне первого класса или в салоне первого класса. В хвосте самолета, в бизнесе и эконом-классе никто не догадывался о том, что что-то не так. Никто ничего не знал. Перегородка разделяет надпотолочное пространство на два отсека. Провода проходят через небольшое отверстие в ней. Определив по записям черных ящиков, кто когда мог почуять дым. В салоне чем-нибудь пахнет? В салоне нет, совсем нет. И изучив повреждения, нанесенные огнем, на реконструированной части самолета, следователи приходят к выводу, что пожар начался перед перегородкой в надпотолочном пространстве кабины. Если бы он начался за перегородкой, он причинил бы намного больше повреждений, они были бы ближе к хвосту самолета, и пассажиры, сидевшие в хвосте, почувствовали бы запах дыма раньше, чем экипаж в кабине. Следователям известно, где начался пожар. Теперь им предстоит выяснить, как он начался. Одним из вопросов, стоявших перед нами, было наличие или отсутствие у катастрофы криминальной составляющей. Пристальное изучение обломков заставляет предположить, что такая составляющая была. В самом начале расследования нам стало попадаться что-то похожее на дробь. Маленькие шарики, похожие на шарики из подшипников. Они были повсюду. В креслах, в спинках кресел. Мы думали, если кто-то в самолете стрелял, ами, то что там происходило? Они задаются вопросом, не был ли пожар частью замысла террористов, если на борту оказался человек с дробовиком. Пока не узнают, что находилось в багажном отсеке самолета. Оказалось, что там были шарики для шариковых ручек. Десятки тысяч таких шариков. Самолет ударился о воду с такой силой, что шарики прошили багажный отсек, салон и кабину насквозь. Исключив криминальные версии, Вэнс и его группа должны рассмотреть другие возможные причины пожара на борту рейса Свисейра-1.11. Мы знали, где начался пожар. В надпотолочном пространстве, в области кабины. Мы искали там возможные источники возгорания. Мысль об электропроводке была первой, которая пришла в голову. Электропроводка самолета включала 250 километров различных кабелей. Было собрано 3000 ее фрагментов. Следователь Джим Фуд понимает колоссальные масштабы своей задачи. Вначале им надо попытаться определить место происхождения каждого кусочка провода. Провода с маркировкой Б относились в основном к участку от кабины до двери салона первого класса. Если маркировка провода начиналась с литеры Б, он нас интересовал. Нам нужно внимательно изучить каждый сантиметр этого провода. Крупа Джима ищет участки поврежденной или отсутствующей изоляции, чтобы определить провод, ставший виновником пожара. Когда провод трется о металлическую деталь, изоляция рано или поздно протрется насквозь. Если он под напряжением, то при соприкосновении с этой деталью может зажечься дуга. Дуга — это электрический разряд, возникающий там, где нарушена изоляция находящегося под напряжением провода. Подобно миниатюрной молнии, она дает яркую вспышку света и высокую температуру. Медные волокна провода плавятся, в результате чего образуется характерный медный шарик. Такие медные шарики и ищут следователи. Они находят 20 фрагментов проводов со следами дуговых пробоев. Большинство из них проходили через потолок кабины. Любой из них мог вызвать пожар. Восемь из них были частью ультрасовременной развлекательной системы, установленной в салонах первого и бизнес-класса за год до катастрофы. Но, несмотря на тщательное изучение, следователи не могут определить, какой именно из разрядов спровоцировал трагедию. Мы были разочарованы. Мы приложили столько усилий, но все то, что мы нашли, не дало нам возможности установить, с какого именно разряда все началось. Исследования проводки близятся к концу. Джим Фуд уже почти смиряется с тем, что ему не удалось найти место короткого замыкания. Упаковывая фрагменты проводов, он в последний раз рассматривает один из них, относящийся к развлекательной системе со следами дугового пробоя. Он работал с ними уже не так бережно, как раньше. Он разворачивал концы проводов, которые были напрочь спутаны. Я начал распутывать эти провода, и вдруг увидел еще один след дуги на той же стороне, что и один из тех, которые мы уже отметили. Ларри! Взгляните. Я хорошо знал эти провода, и Джим хорошо знал их. Так что, едва взглянув в микроскоп, я увидел маленький след разряда и подумал, это оно. Мы нашли его. Джим нашел его. Чтобы убедиться в том, что пожар начался именно с этого разряда, они устанавливают найденный фрагмент на его место в макете потолочной проводки. Через потолок кабины в этом месте проходит много проводов, и все они крепятся к металлической скобе. По-видимому, провод перетерся об эту скобу. Двигаясь со скоростью свыше 900 километров в час, самолеты испытывают постоянную вибрацию. Следователи полагают, что вибрация привела к износу изоляции провода и пробою на скобу. Мы пришли к этому выводу почти мгновенно. Это должно было быть именно здесь. По расположению проводов получалось так, что место, где Джим нашел разряд, находилось как раз там, откуда, как мы установили раньше, начал распространяться огонь. Следователи подозревают, что развлекательная система была неправильно смонтирована. Свисейр на всякий случай убирает ее из всех своих самолетов. Мы можем начать ускорять этот процесс. Когда нам это понадобится? Следователи обнаружили источник пожара на борту рейса Свисейр-1-11. Но перед ними стоят другие вопросы, требующие ответа. Следователи знают, что пилоты не могли предотвратить пожар. Но могли ли они предотвратить катастрофу? Нам, как следователям, надо было установить обстоятельства, в которых находились пилоты и которые обусловили их действия в конечном итоге завершившиеся потери самолета. Вэнс и его группа изучают решения, которые принимали пилоты в минуты перед катастрофой. Записи черных ящиков свидетельствуют, что огонь и дым появились в кабине спустя мгновение после того, как пилоты отключили электропитание пассажирских салонов. В числе отключенных устройств оказались вентиляторы рециркуляции, расположенные в хвосте, что коренным образом изменило направление воздушных потоков для распространения огня. Эти вентиляторы тянули пламя назад от кабины. Как только они отключились, пожар поменял направление. Это произошло прямо вот так, мгновенно. Пламя бушевало над кабиной, прожигая потолок, выводя из строя жизненно важные системы самолета. Оно отняло у пилотов почти все инструменты, при помощи которых они управляют самолетом, контролируют его положение в пространстве, ориентируются. Эти инструменты начали отказывать все одновременно. Самолет потерял управление. Но пилотов не обвиняют в том, что они отключили электропитание пассажирских салонов. Они следовали процедуре, предусмотренной с Виссер, для случая дыма неизвестного происхождения. Лишь одно важное решение, принятое пилотами в последние минуты перед катастрофой, подвергается широкой критике. По-прежнему остается неясным, потребовалось ли пилотам слишком много времени, чтобы попытаться совершить аварийную посадку. Следователи отмечают, что они взяли курс на Галифакс, но впоследствии вновь ушли к морю, чтобы сбросить топливо. Решение пилотов сбросить топливо удлинило время пути к аэропорту на несколько минут. Эта процедура не была обязательной. Следователи хотят выяснить, могло ли это отклонение стать причиной гибели 229 человек, находившихся на борту. Итак, с какой высоты они снижались? 10 тысяч. Следователи вычисляют, что для того, чтобы зайти на посадку в Галифаксе, пилоты должны были бы приступить к снижению в той точке, где они подали сигнал пан-пан-пан. Но тогда они еще не рассматривали Галифакс как возможное место посадки. Более того, даже абсолютно исправному самолету на снижение потребовалось бы 13 минут, тогда как их самолет с этого момента сохранял управляемость лишь 10. К моменту, когда они приняли решение сбросить топливо, они уже не дотянули бы до Галифакса, они разбились бы на пути. От их решения сбрасывать или не сбрасывать топливо, их жизнь и смерть не зависели ни на йоту. С капитана Урса Циммермана и второго пилота Штефана Лева снята всякая ответственность за катастрофу рейса 1.11 с Висейр. Следователи сумели воссоздать переднюю часть самолета. Определили очаг возгорания. Нашли место, где прошел вызвавший его дуговой разряд. Но они понимают, что одного лишь разряда недостаточно, чтобы погубить самолет. Для того, чтобы предотвратить пожары в будущем, им необходимо знать, что именно горело. Угрозу для самолета создает то, что поддерживает горение. Если горючего материала столько, что он может сжечь весь самолет, это представляет для него реальную опасность. Все материалы, используемые в американских самолетах, испытываются на горючесть федеральным авиационным управления. Но в надпотолочном пространстве самолета Свисейр явно было что-то очень горючее. Мне не приходит в голову ничего, чтобы там могло поддерживать горение. Их внимание привлекает блестящий материал, которым покрыта изоляция из стекловолокна. Металлизированная полиэтилен-рифталатная пленка, более известная как металлизированный майлар. Мы выловили какое-то количество этого изоляционного материала, металлизированного майлара, плававшего на поверхности океана. Это были небольшие кусочки, они были обыжены. Было видно, что они горели. Металлизированный майлар использовался в 699 самолетах с регистрацией в США. Если именно он послужил топливом в этом пожаре, все они также в опасности. У нас было предостаточно того, что мы выловили. Мы взяли чуть-чуть, положили на пол в ангаре и поднесли спичку. Боже, посмотрите, это невероятно. И что вы думаете, он горел, как порох? Он очень горячий. И мы подумали, боже, да в самолете же его полно. Вэнс уверен, что металлизированный майлар послужил топливом для пожара на борту рейса 1.11 с Висейр. Да, мы полагаем, что нашли возможный корень проблемы. Он немедленно ставит в известность об этом Федеральное авиационное управление США. Они испытывали металлизированный майлар на горючесть более 10 лет назад и разрешили его к применению. Мы взялись проанализировать историю использования металлизированного майлара и посмотреть, были ли раньше случаи, дающие основания признать его опасным материалом. мы обнаружили мы обнаружили несколько случаев воспламенения металлизированного майлара в самолетах. После этих пожаров изготовитель самолетов Макдоналд Дуглас принимает решение убрать металлизированный майлар из всех самолетов своего производства. За 4 года до катастрофы с Висейр Федеральное управление гражданской авиации США провело повторное испытание металлизированного майлара и признало его горючим материалом. Но запрет на него наложен не был. Ни один из этих инцидентов не привел к жертвам. Если бы жертвы были, реакция могла бы быть иной. Однако теперь жертвы появились. 229 человек. Испытание металлизированного майлара были повторены, на этот раз в условиях, приближенных к условиям реального пожара на борту. Он не выдержал проверки. Федеральное управление гражданской авиации дало авиакомпаниям 4 года на то, чтобы убрать его из самолетов. Мы добились результатов, потому что была кровь на воде, были жертвы. Это заставило людей отнестись к вопросу серьезно. Так что мы смогли продвинуть наши идеи и добиться того, чтобы они были восприняты. Расследование катастрофы рейса 1.11 Свисер стало самым длительным в истории канадского транспортного агентства. Оно заняло 4,5 года. Опираясь на подробную информацию, собранную исследователями, теперь мы можем в точности восстановить то, что происходило на борту рейса 1.11 Свисер в последние минуты перед падением в океан. 21 минута до катастрофы. Короткое замыкание в надпотолочном пространстве воспламеняет металлизированный майлар. Пилоты чувствуют странный запах, но списывают это на неполадки в кондиционере. 18 минут до катастрофы. В виде дыма они решают посадить самолет и направляют его к Галифаксу. 16 минут до катастрофы. Вентиляторы и кондиционера затягивают огонь в хвостовую часть самолета. Дым в кабине исчезает. 11 минут до катастрофы. Делая круг, чтобы снизиться, пилоты принимают решение отклониться на большее расстояние, чтобы сбросить топливо над океаном. Они не подозревают о том, что происходит над ними. Восемь минут до катастрофы. Капитан отключает электропитание салона. Тем самым он отключает вентиляторы кондиционера, оставляя огню возможность бушевать прямо над кабиной. Семь минут до катастрофы. Пламя выводит из строя автопилот, вынуждая экипаж вести самолет вручную. Только в этот момент они осознают масштабы проблемы. Следователи подозревают, что капитан Циммерман занялся оттушением пожара, оставив второго пилота Лёва в одиночку вести терпящий бедствие самолет. Шесть минут до катастрофы. Огонь выводит из строя дисплеи, средства связи с землей и бортовые самописцы. Невзирая на страшный жар, второй пилот Лёва пытается удержать самолет. Но тот уже полностью не управляем. Все 229 пассажиров и членов экипажа погибли. Чтобы предотвратить жертвы в будущем, Канадское транспортное агентство издает рекомендации, многие из которых принимают во всем мире. Они рекомендуют коленным образом пересмотреть процедуры, применяемые в случае обнаружения дыма неизвестного происхождения. Наша рекомендация гласила, что если в самолете дым или запах дыма, надо предполагать наличие неконтролируемого возгорания, пока не будет установлено иное. Сейчас авиационное сообщество воспринимает это куда серьезнее, чем это было до катастрофы рейса Swissair-1-11. Самым крупным успехом следователей стал запрет на использование легко воспламеняющегося металлизированного Майлара. Мы знаем, что благодаря результатам расследования катастрофы рейса Swissair-1-11, материалы, которые иначе использовались бы в самолетах, сейчас там не применяются. Была проделана достойная работа и предприняты важные шаги для обеспечения безопасности. В то время, как на Западе металлизированный Майлар больше не применяется, авиакомпании некоторых развивающихся стран не сочли необходимым убрать его из самолетов. Жизни людей по-прежнему подвергаются опасности. Дальнейшие шаги в сторону повышения безопасности полетов будут сделаны лишь тогда, когда разразится новая трагедия. Понадобится еще одно происшествие, чтобы люди вновь обратили на это внимание. И тогда придется сказать, мы вас предупреждали, а вы ничего не исправили. Исправьте сейчас, не то это повторится. Невозможно заставить людей что-либо поменять до тех пор, пока они не почувствуют ответственность. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Денис Некрасов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин